Если у Вас возникал такой вопрос, то не переживайте, сегодня Вы полностью получите на него ответ. Если же Вам просто стало интересно, и Вы не понимаете зачем переходить из оптифайна, на какие-либо другие моды, ответ в двух словах. Производительность и скорость. На момент написания этого сценария, с момента выхода обновления 1.20 прошло уже 15 дней. За это время прогресс имплементации моды на эту версию дошел до 95 процентов. Казалось бы, очень быстро. Но последние 5 процентов в основном идут очень медленно, а играть с оптимизацией хочется прямо здесь и сейчас. Конечно можно подождать еще недельку-две, или просто найти альтернативу. Ведь все моды которые заменяют оптифайн, вышли на 1.20 спустя несколько дней. Вот что я называю скорость. Главный плюс и минус оптифайна в том, что он имеет в себе очень большой функционал. Из-за этого портирование этого мода на новую версию занимает очень много времени. Но по большому счету-то Вам не всегда нужны все функции оптифайна, лишь некоторая их часть. Главная проблема оптифайна в том, что он имеет в себе закрытый код. Другие модеры иногда не в силах понять в чем же заключается проблема, почему оптифайн крашит другой мод. Из-за этого большие моды по типу Твайлайт Фореста напрямую говорят, что оптифайн будет вызывать визуальные баги и тормозить Майнкрафт. Они не могут на это никак повлиять. Это касается и других модов. Последний гвоздь в крышке гроба это Фордж. Оптифайн работает только на этом API. В последнее время из-за легкости, быстродействия и простоты фабрик, мододелы переходят именно на это API, разрабатывая и улучшая свои моды. Оптифайна на фабрике нет. Конечно, можно заколхозить себе вспомогательный мод под названием Оптифабрик, который позволит запустить его. Но тогда появляются огромные шансы, что другие моды в сборке попросту не заработают и игра будет крашиться. Сегодня покажу Вам разные моды. Ссылки оставлю в описании конечно же. Каждый мод будет иметь в себе ту или иную функцию Оптифайна, которая Вам будет нужна. Видео будет разделено на эпизоды с тайм-кодами, поэтому выбирайте какой элемент Оптифайна Вам нужно заменить и смотрите нужный эпизод этого видео. Всё есть в описании. Начнём мы конечно же с самого главного. Производительности. Понятное дело Sodium на данный момент один из топовых модов, для оптимизации рендеринга. У него открытый исходный код, то есть на его базе Вы можете сделать свой мод. Но проблема в том, что появился он только с версии 1.16. Этот мод значительно улучшает чистоту кадров, фрезы и исправляет множество графических проблем. Sodium совместим практически со всеми модами которые были написаны на фабрик, но его главная фишка в том, что он оптимизирует игру без вреда на визуальную составляющую, то есть графика остается аутентичной для Майнкрафта. LITIUM Очень мощный и универсальный мод, который работает над улучшением ряда функций Майнкрафта, таких как физика игры, искусственный интеллект мобов, а также тиках. Кто не знает тики или такты, это единица времени в игре, на которой основана вся игровая механика, предоставляет собой паузу между повторами цикла обновления игрового мира. Мод также не меняет ванильную механику игры, то есть оптимизируя все вышеперечисленные функции Майнкрафта, Вы всё равно получаете ту самую блочную игру. Приятное дополнение до LITIUM в том, что его можно установить непосредственно на сервер, при этом не требуя, чтобы клиент имел установленный мод у себя. Работает в обе стороны. Starlight Мод, который долгий период времени радовал нас отличной оптимизацией движка осветления в Майнкрафте. Почему я сказал в прошедшем времени? Всё потому, что начиная с версии 1.20, разработчики Майнкрафта сами исправили свой движок, и по сути Starlight уже не нужен. Но если мы говорим про более старые версии, то без него никуда. Этот мод тоже можно установить точно так же, как LITIUM на сервер и на клиент игры. Они не требуют быть установлены и там и там, чтобы корректно работать. Хотя изначально он разрабатывался исключительно для серверов, но в итоге стал доступным пользователем. Главная фишка в том, что он исправляет чересчур медленный движок осветления, и оптимизирует производительность. Phosphor. Это ещё один мод, который оптимизирует освещение, но уже от создателя литиума и содиума. Да-да, это один и тот же человек их создаёт. С помощью Phosphor можно значительно сократить время, необходимое игре для генерации новых блоков. Из-за этого некоторые неприятные задержки кадров, вызванные загрузкой блоков на клиенте, просто исчезнут. Можно установить как на сервер, так и на клиент игры. Даже больше скажу, если Вы начинающий спидранер по Майнкрафту, то этот мод был официально разрешён для использования в своих забегах. Ferret Core. Мод, который уменьшает использование памяти в игре различными способами. Он, к сожалению, не совместим с похожим модом под названием Гидроген. Чтобы узнать больше информации о том, как он работает, лучше зайти на его официальную страницу и почитать самому. Inmediately Fast. Ещё один мод, который оптимизирует производительность рендеринга в самом клиенте игры. Этот мод работает с большинством других модов, поэтому лучше всего добавлять его в огромный модпак сборки. Естественно, он оптимизирует не всё, что есть в игре, а только определённые части кода, как например, сущности, частицы, GUI, HUD, а также блоки сущностей. Сам мод просто загружает данные в GPU более эффективным образом, тем самым улучшая производительность. Enhanced Block Entities. В этот раз клиентский мод, целью которого является увеличение производительности рендеринга блоков сущностей, а также возможность кастомизации их при помощи ресурс-паков. Он работает очень просто, заставляет некоторые блоки сущностей использовать определённые модели блоков, вместо логучих моделей сущностей. Помимо прочего, он добавляет плавное освещение блоком сущностей, переключение рождественских сундуков, и добавляет возможность увидеть блоки сущностей с максимально возможного расстояния. Но самое главное, что анимации в игре сохраняются, но при этом вы получаете при распроизводительности. Потому что большинство анимированных моделей блоков сущностей будут адресовываться только в случае крайней необходимости. Мод можно использовать вместе с содиумом, но придётся поставить индиум. Fast Chest По названию моду можно понять, что он оптимизирует сундуки. Когда у Вас в Майнкрафте на складе прибавляется очень много сундуков, Ваш компьютер начинает потихоньку терять производительность. Грубо говоря, чем больше сундуков Вы размещаете, тем ниже Ваш фпс. Всё что он делает, удаляет динамическую модель из сундуков, превращая их в обычный блок. То есть при открытии не будет воспроизводиться анимация. В зависимости от того, сколько у Вас сундуков, Вы увидите разную эффективность. В больших складских помещениях этот мод может легко удвоить Ваш фпс. Но будьте внимательны, этот мод фокусируется только на сундуках. Другие вещи он не оптимизирует. Он спокойно работает с содиумом. Теперь, давайте поговорим про листья в Майнкрафте. Они тоже пожирают очень много ресурсов. Cal-less Leaves. Это скажем так, улучшенная версия другого мода под названием Cal-Leaves. Но почему-то он не обновился на версию 1.20. А последнее обновление было 4 месяца назад для 1.19.3. Хотя, всякое может быть. Вдруг когда Вы смотрите это видео, он уже стал доступным, поэтому ссылку я оставлю. Наш же мод чуточку по-другому рендерит листья. Добавляет целых 9% производительности. Он просто рендерит не все слои блоков листвы. Из-за этого визуально практически ничего не заметно. Но прирост по кадрам дает значительный. Лучше всего работает в связке с содиумом. Конечно, если мы пытаемся заменить Optifine, то нам нужно заменить одну из главных его фишек — шейдеры. Без них в наше время никуда. Iris Shader справится с этим, как никто другой лучше. Я Вам даже больше скажу — бета-версии для снэпшотов выходили в тот же день, через пару часов после того, как сам снэпшот вышел. То есть без проблем можно было играть с шейдерами на снэпшотах. Безусловно, там было много багов, но как дополнительная опция, почему бы и нет. Iris Shader с мод с открытым исходным кодом, то есть каждый желающий может работать или даже переработать этот мод, как он посчитает за нужное. Но главная фишка этого мода в том, что все шейдеры, которые были созданы для Optifine, прекрасно работают и с этим модом. В целом, мод имеет всё то, что и Optifine, только с рядом улучшений производительности. Тем более в связке с Содиумом, он показывает себе ещё лучше. Zoom. С ним у меня связано одно очень приятное воспоминание. Когда-то давно, когда я только начинал играть в Майнкрафт, я естественно скачал его из интернета. У меня не было лицензии. Там был зум и карта. Я тогда думал, что это нормально. Но каким было моё удивление, когда я купил лицензию игры, скачал с официального сайта Майнкрафт, запустил его и не увидел там зума и карты. Я тогда был шокирован и впервые узнал про моды. Так вот, фишка зума от Optifine это очень полезная вещь. Как по мне, зумифай прекрасно с этим справляется. Я сам его использую, в нём даже есть тонкая и лёгкая настройка приближения. То есть, Вы можете добавить плавности для приближения, или наоборот, отключить её. Можете даже приближать ещё больше, используя колёсико мыши. Можно настроить зум для подзорной трубы, или включить кинематографическую камеру для приближения. Настроек куча, и каждый сможет выбрать то, что ему по душе. Альтернативами будут такие моды как Визум или Лоджикл Зум. Сразу уточню, что не все фишки зумифай будут присутствовать в этих модах. Одна полезная фишка Optifine в том, что мы можем загружать ресурс паки с разными пользовательскими моделями. Менять можно что угодно, из лодки сделать машину, из тыквы красивую шляпку. Всё упирается только в вашу фантазию. CAT Resovn с лёгкостью справится с этой задачей, и позволит Вам загружать нужные ресурс паки с кастомными модельками. Если прошлый мод заменял модель предметов, то Custom Entity Models как раз будет заменять все остальные модели. Его функционал заточен под модели которые были сделаны для Optifine. Поэтому Вам не придётся создавать новые или как-то их портировать. Уточню, что мод на ранней альфа-версии. Поэтому могут встречаться баги и глюки. Альтернативой Custom Entity Models будет мод под названием Entity Model Features. У него практически такой же функционал. Есть ещё один мод Entity Texture Features, который похож на предыдущих два. Только в этот раз он заменяет не модельки, а сами текстуры. Даже есть функционал для скина игрока. К слову, мобы с этим модом смогут моргать. Да, и такие вещи тоже добавили. Малозаметная фишка, но не менее важная, это соединённые текстуры. В моих видеороликах Вы могли замечать, что блоки стекла, размещенные друг возле друга, не имеют линии соединения. Не знаю почему, но меня прям аж тошнит от этого вида, когда очень много линий. Это только пример. Соединение текстур в Майнкрафте много где есть. Optifine с этим отлично справлялся. Continuity справится с этим ничем не хуже. Он спокойно обеспечит максимально эффективную работу, при этом у него есть небольшая настройка. Вы можете выбрать нужные текстуры, которые будут иметь плавные соединения. Animatica. Отличный мод, который служит для загрузки анимированных текстур, графического интерфейса, сущностей, блоков сущностей и брони. Fabric Skyboxes. В принципе, по названию этого мода можно понять, что он позволяет изменять небо. То есть каждый игрок сможет выбрать свой скайбокс и применить его в игре. Есть одно но. Мод не работает со скайбоксами от Optifine. Переживать не стоит, всё в порядке, для этого существует ещё один мод. Fabric Skyboxes Interop. Вот как раз он предназначен для скайбоксов, которые были созданы для Optifine. Вот за что я обожаю Optifine, так это за динамическое освещение. Мне очень нравится находиться в пещере с факелом. Только посмотрите насколько это атмосферно. Исследуешь пещеру, проливая свет своего факела на стены. Красота! Lambo Dynamic Lights как раз отлично подойдет. При помощи этого мода в игру можно добавить динамическое освещение. При этом работать оно будет везде. Если Вы выбросили светящийся предмет, когда горит монстр, костёр, даже когда лисица будет держать фонарь, будет виден свет. Причём, лучше всего этот мод работает в связке с Содиумом, гарантируя лучшую производительность. К слову, я замечал очень много англоязычных ютуберов, которые записывают свои выживания с одной очень читерной штукой, ночным зрением. То есть нет, не эффект от зелья, а сама фишка полного освещения. То есть заходя в пещеру, они не брали с собой факела, ведь они и так могли видеть. Это ещё одна фишка Optifine. К слову в своих роликах я так же делаю, но только не в выживании. Гамма-ютилс Фулбрайт поможет Вам с этой проблемой, если конечно она для Вас существует. Мода имеет в себе гибкую настройку, Вы можете выбрать не полную освещенность, а только частичную, и немного повысить стандартную. Это очень удобно в зависимости от ситуации, но помните, что в некоторых случаях это чит. У Optifine есть ещё одна крутая фишка — улучшенная трава. Это когда блоки травы полностью покрываются травой, и грязи практически не видно. Lambada Better Grass сделает эту фишку более качественным, ведь теперь блоки травы будут соединяться, а близлежащие блоки травы будут сглажены. Опять же это касается всех блоков которые похожи на траву, мицелий, позол и так далее. Можно даже добавить частицы мха или снега на неполные блоки. Советую Вам самим выбрать то, что по душе. Sodium Extra. Это небольшой мод дополнения для обычного содиума. Он добавляет множество различных настроек, где мы можем контролировать опции анимации, частиц, неба, солнца, дистанции рендера и ещё много чего. То есть грубо говоря мод добавляет похожие настройки как с оптифайном. Оглядываясь назад появляется логичный вопрос. Мне что, нужно установить такое количество модов, чтобы получить весь функционал оптифайна? Пфф, да я лучше подожду выход оригинального мода и поставлю всего один. Конечно, вы вольны делать всё что угодно, это видео не для вас, а для тех людей, которые решительно настроены и реально оптимизируют производительность в игре, и получить максимум комфортной игры, без багов и вылетов. Если Вы знаете ещё какие-то альтернативные моды на фабрике, то смело пишите их в комментариях, мне будет интересно почитать, да и в будущем возможно я дополню это видео. В описании есть ссылка на скачивание всех модов, про которые я говорил в сегодняшнем видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, зацените ещё вот эти ролики, они Вам понравятся. Жмите колокольчик, ещё услышимся!